Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горели леса недалеко от жилых кварталов поселка Красная Глинка. С места событий репортаж нашего корреспондента Анатолия Головко. К месту пожара вылетел вертолет МЧС России из Оренбурга. С помощью авиации сотрудники ведомства проведут разведку и будут тушить отдельные очаги возгорания с воздуха. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного 6 октября примерно в 14.29. Сотрудники подразделений, которые прибыли на место, установили, что в 37-м квартале Самарского участкового лесничества горит валежник и порубочные остатки на площади в 0,18 гектар. Площадь, которую охватил огонь, на тот момент составляла 9,5 гектаров. Тушение пожара затрудняло то, что его очаги располагались в труднодоступных местах. Поэтому пожарным приходилось использовать ранцевые огнетушители. На данный момент происходит отдельное очаговое горение, происходит проливка, протушивание отдельных очагов. На месте вызова работает группировка сил и средств в количестве 260 человек личного состава и 60 единиц техники. Работы по тушению огня организованы в тесном взаимодействии всех оперативных служб с администрацией Самары и Красноглинского района. По поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко к месту происшествия направили всю необходимую технику и сотрудников муниципальных предприятий, а также работников ресурсоснабжающих компаний. Городом приняты всевозможные меры для тушения данного возгорания. На сегодняшний день и момент сюда уже пригнано дополнительно 6 балеров. Два от СКС, три от МПБГ-устройства, один с Волжского района прибыл. Также здесь будет в двух местах организовано добровольное питание пожарных. Общими усилиями удалось избежать распространения огня на жилые строения. Сейчас такая угроза отсутствует. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Мы будем следить за развитием событий. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Многие из них ждали этого момента долгие годы и уже успели обзавестись собственными семьями. Ключи от новых квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жилье находится на улице Краснодонской и полностью готово к заселению. В квартирах есть ремонт и сантехника. Эмоции новоселов увидела мэрия Елчан. Чтобы здесь была кровать, как бы уютно. Все, здесь телевизор, когда какой-нибудь личный кабинет. Этого дня Иван Игонин ждал всю жизнь. Теперь у него есть собственная квартира. В 2001 году мальчика забрали из неблагополучной семьи. Маму лишили родительских прав. Пройдя тернистый путь, юноша нашел себя в профессии актера. Сейчас он работает в театре «Камерная сцена». Наличие собственной жилплощади – хороший старт для взрослой жизни, говорит Иван. В очереди за квартиру он простоял три года. Рассказывает, не ожидал, что условия настолько удовлетворят его представлениям. Когда я пришел сюда, я не ожидал, что такой ремонт будет. Здесь все что ухожено, ламинат. Я думал, там линолиум будет. Ну, то есть, ну, не так все хорошо. А потом я, как бы, удивился, что и ремонт очень приятный. Особо делать менять ничего не надо. А по квадратуре 42 квадратных метра. Счастливыми обладателями квартир на Краснодонской стали 15 ребят. Многие из них уже сами родители. Поэтому своя крыша над головой просто необходима. Несомненно, это большой праздник для вас, но и для нас тоже. Поверьте, что стоит очень большого труда для того, чтобы решать эти проблемы, реализовывать те законы, которые есть, потому что система очень сложная, непростая. Но в то же время мы очень серьезно заинтересованы в том, чтобы вы были обеспечены жильем. На церемонии вручения ключей присутствовала и глава города Елена Лапушкина. Ребята дорогие, безусловно, иметь собственный кровь, собственный дом, крышу над головой, это очень и очень важно. Я вас с этим событием от души поздравляю. Я хочу, чтобы в этом доме, в этой квартире всегда с вами были ваши родные и близкие, чтобы вы собирались за большим столом, чтобы вы могли мечтать, планировать и быть счастливыми. Всего до конца года собственное жилье в Самаре появится у 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселы, получившие заветные ключи, уже могут заезжать с квартиры. Помещение полностью готово. Там сделан косметический ремонт, установлена сантехника и электрические плиты. Мэрия Елчан, Николай Епифанов, События. Научат петь, рисовать и играть на музыкальных инструментах. В микрорайоне Крутые ключи начала работу новая детская школа искусств. Возможности современного учреждения оценил губернатор Дмитрий Азаров. На открытии побывала мэрия Елчан. Новая школа, новые возможности. Девятилетнюю Машу Сташенкову вдохновил на занятия фольклором дедушка. Он играет на баяне. Девочку уже три года занимается пением. Раньше родителям приходилось возить ребенка на занятия на мехзавод. Теперь развивать талант можно будет рядом с домом, говорит мама Маша Ирина Сташенкова. Очень много приятных эмоций, потому что здесь и помещение очень большое, очень красивое. Здесь оформлена очень приятная цветовая гамма и вообще как-то очень приятное впечатление. Новая детская школа искусств, первая построенная в Самаре за последние 30 лет. Здесь уже набрали 150 учащихся по таким специальностям, как изобразительное искусство, фортепиано, скрипка, народные духовые инструменты, а также академический и эстрадный вокал. Я думаю, что будущее у этой школы большое, потому что основывается она на тех традициях, которые были заложены в детской школе искусств более 60 лет тому назад. И в то же время ей открываются новые перспективы. Возможности новой современной школы оценил губернатор Дмитрий Азаров. Он осмотрел все классы образовательного учреждения. Мне кажется, получилось. Конечно, есть еще, что даст настить, и мы обязательно это сделаем. Есть, наверное, как еще украсить, но, как вы знаете, как и любой дом, так и школа, которая для многих детей станет вторым домом, обживается не сразу. Общая площадь нового образовательного учреждения более тысячи квадратных метров. Здесь будут обучаться 350 детей. Также в планах создать свои детские оркестры, народных и духовых инструментов. На церемонии открытия Дмитрий Азаров вручил сертификат для приобретения дополнительного оборудования. Все это благодаря нацпроекту «Культура», который активно реализуется в Самарской области. Мэр Елчан, Николай Епифанов, События. В Самаре начала работу горячая линия по вопросам отопления. Сколько еще домов в городе остаются без тепла, и когда в оставшихся квартирах прогреются батареи, обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Лариса Шалафаст узнала подробности. К наступлению холодов готовы. Для зимнего содержания дорог в Самаре подготовлены порядка 200 машин. Также город заключил контракты с подрядными организациями для привлечения дополнительной техники. Запасаются и противогололедными средствами. На весь зимний сезон понадобится порядка 18 тысяч тонн бионорда и 9 тысяч тонн песка и соли. Пока в запасе имеется только часть необходимого объема. Точно, что сейчас этого недостаточно, и точно нужно понимать, какое количество соли мы должны заготовить. Это порядка, наверное, 700-800 килограмм, да, тысяч, я имею в виду, либо и песок. Если мы 10% берем, то 1000 тонн, так? А по факту мы в любом случае делаем, наверное, процент соли в песке больше, поэтому и другая должна быть картина. Для вывоза снега готовят пять площадок. Особое внимание в зимний период в своевременной очистке кровель. Бригады для этой работы сформированы. Сформировано 423 бригады, в том числе 128 бригады для зданий в социальной сфере. На еженедельном совещании обсудили и подключение отопления. По информации Департамента городского хозяйства и экологии, батареи прогрелись практически в 100% домов. Остаются без тепла порядка 200 зданий. Их должны подключить в ближайшие сутки. Для организации работ по устранению технологических нарушений, которые возникают при пуске тепла, организованы дополнительные силы непосредственно администрации города. 66 бригад, 110 единиц техники. В том числе по ПТС 30 бригад, 90 единиц техники. В Самаре уже начала работу круглосуточная горячая линия по вопросам отопления, куда могут обращаться жители. Телефоны вы видите на экране. Более подробную информацию и номера телефонов можно найти на сайте городской администрации. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Жизнь в подарок. В клиниках Самарского медицинского университета начали проводить трансплантации стволовых клеток онкобольны. Это реальный шанс на ремиссию. За помощью могут обращаться люди со всей страны. На одну из операций побывала Мария Левина. На кадрах здоровые стволовые клетки. Вместе с кровью их забирают у онкобольного в момент ремиссии. После высокодозной химиотерапии, которая убивает все зараженные клетки, пациенту пересаживают здоровые. Этот процесс схож с обычным переливанием крови. Когда тебя не касается, ты об этом не задумываешься и не интересуешься. Только вот пока здесь я находилась, вот слышала, кто-то в Москве делал эту операцию такую. Разговаривала с людьми. Ну, у всех вроде бы хороший, положительный такой результат. Чтобы сделать такую операцию, например, в столице, нужно время. А оно у онкобольного весьма ограничено. Возможность пройти процедуру трансплантации в своем регионе и для многих – реальное спасение. Тем более, что по квалификации специалисты ничуть не уступают. Они регулярно стажируются как в России, так и за рубежом. Клиники Самарского медицинского университета – федеральное учреждение. Операции здесь проводят не только для жителей региона. За помощью сюда едут со всей страны. По статистике, данная процедура, она позволяет в два раза увеличить прогноз улучшения пациентов. Есть все возможности. Мы подали заявку в федеральный медзрав. Федеральный медзрав нам такие возможности предоставил. Выделено 20 квот. И это новая технология, внедренная в регионе, в наших клиниках, по вот этой тяжелой патологии. Восемь пациентов уже получили необходимую помощь. До конца года должны сделать еще 12 операций. В следующем году врачи планируют запросить дополнительные квоты. Операция или процедура по трансплантации стволовых клеток длится относительно недолго – до часа. Все это время врач облачен вот в такую медицинскую недышащую одежду. А это довольно жарко. А с учетом того, что в операционной они проводят, как правило, по несколько часов, они буквально сгорают на работе. Но когда на кону человеческая жизнь, все это становится неважным. Чтобы попасть на процедуру, необходимо стоять на учете в одной из областных гематологических клиник. Пациент должен быть не старше 70 лет, а состояние должно быть стабильным, чтобы человек был способен сам за собой ухаживать. Трансплантация стволовых клеток – это наиболее эффективный метод лечения онкологии. Ради этой процедуры еще недавно больные вынуждены были ехать за границу. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Почти ли тех, кто не вернулся из боя. В День памяти и скорби десятки людей вспоминали погибших в локальных конфликтах воинов и возложили цветы к мемориалу на площади памяти. Елена Малютина подробнее. Много в жизни я сделала, а тебя не сберег. Память резала строчкой. Как же я тебя ждал из роддома, комочком на руках забирал. В День памяти и скорби на площади славы десятки людей вспоминали самарцев, погибших в локальных конфликтах. Пришел почтить память героев и Андрей Шугалей. Он служил в Кишиневе, когда начался военный конфликт в Приднестровье. Говорит, благодаря быстрому реагированию обошлось малой кровью. Но он никогда не сможет забыть своих друзей, которые погибли, защищая родину. Не боятся, только дураки. Это очень страшно, когда погибают близкие. Погибают, у меня погибло очень много ребят. И всегда тяжело вспоминать об этом. Поэтому ничего в этом хорошего нет. Всегда, конечно, хочется, чтобы мы улыбались в этом солнце, мирному небу и было спокойствие на нашей земле. Помню Афганистан, помню наших бойцов. Сам не участвовал в боевых рейдах, но занимался другими вопросами. В том числе вопрос обеспечения личного состава, быта, жизни, чтобы им было хорошо служилось там. В том числе и честь я этим же вопросом. Афганистан, Ангола, Ливия, Египет, Иран, Чечня. 18 лет в этот день возле мемориала памяти погибшим в локальных войнах собираются те, кто потерял близких, кто знает о войне не понаслышке. К монументу пришли родные и друзья погибших бойцов, представители городской администрации, кадеты и активисты общественных организаций. Это память, которую мы должны передавать из поколения в поколение. Самара должна знать своих героев, которые ценой своей жизни защищали наше спокойствие. На траурном митинге прозвучали слова благодарности и признательности всем тем, кто отдал свои жизни, выполняя воинский долг. Сложили свои головы в военных конфликтах. Мы должны с вами всегда думать о них, помнить и передавать эту память нашим детям, нашим внукам, для того, чтобы они знали, что наш народ – это народ героев. Елена Малютина, Григорий Пляшуков. События. В полку прибыло курсанты Самарского кадетского корпуса. В присутствии представителей военных подразделений, родственников и друзей присягнули на верность родине. В учебном заведении созданы все условия для того, чтобы кадеты получили не только качественное образование, но и всестороннее развитие. Клятвы на плацу выслушала Елена Малютина. Достойно учиться и жить, а также верно отчизне служить. Такое обещание во время присяги дали кадеты. В отличие от многих других учебных заведений подобного рода, Самарский кадетский корпус входит в структуру МВД России. Ребята, учащиеся здесь, не просто школьники, а переменный состав органов внутренних дел. Поэтому патриотическому воспитанию здесь уделяют особое внимание. Для меня она очень важна, потому что я перешел во взрослую сторону, стал настоящим кадетом. У меня будет образование, я буду зависеть от самого себя, буду достигать своих целей. Чтобы они через 12 лет вернулись ко мне. Понятное дело, что я уже на пенсии буду, но будет другой руководитель. И чтобы они, естественно, остались здесь в Самаре. Пополнили для полицейских, следователей, знавателей, дежурных, оперативников. В Самарском кадетском корпусе созданы все условия для разностороннего развития личности. Кроме общеобразовательной программы, ребята посещают хор, хореографические кружки, занятия по обучению игре на гитаре, секции бокса, дзюдо, самбо, рукопашного боя, легкой атлетики, силовой подготовки, футбола и волейбола. Каждый кадет проходит строгий отбор. Количество желающих обучаться в кадетском корпусе продолжает расти. Чтобы всех разместить, в этом году сдадут в эксплуатацию новое здание общежития. Оно рассчитано на 300 мест. Сейчас там завершаются отделочные работы. Строили мы наше учебное заведение, что называется, на марше. Губернатор области принял решение к пятилетию кадетского корпуса, пообещал строительство на его территории спортивного комплекса. Поэтому мы рассчитываем, что в следующем году у нас появится здесь еще и спортивный комплекс. Ну а что, дел много, забот много, но глаза боятся, а руки делают. И для нас, повторяю, сегодня очень важно то, что со всей страны люди хотят, чтобы дети их поступали к нам в самарский кадетский корпус и носили полицейскую форму. В самарском кадетском корпусе обучаются ребята не только из Самары, но и из многих других регионов России. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Фестиваль Всемирного дня «Халяль» в выходные завершился гастрономическим праздником ярмарка вкусов Чайхана-2019. Гости из 20 стран мира удивляли самарцев национальными нарядами, музыкой и блюдами. Кульминацией праздника стала рекордной длиной шаурма. Она растянулась на 22 метра. Елена Нижегородцева не удержалась и продегустировала кулинарный шедевр. В рамках проведения фестиваля ярмарка вкусов для гостей праздника приготовили самую длинную в Поволжье шаурму. Мы тоже не смогли устоять перед таким соблазном и попробуем кусочек. 22-метровая шаурма получила название «Шаурма дружбы народов». На приготовление шедевра ушло более 60 килограммов овощей и 25 килограммов куриного мяса и ветчины. Чтобы получить хороший мясной рулет, поварам пришлось потрудиться. Мы приготовили шаурму всеми любимыми. Это блюдо любят не только татары, чуваши и русские. Это уже блюдо распространенное, популярное. В этой подготовке приняли участие повара всех национальностей. Казахи, туркмени, башкиры, татары, русские. Ажиотаж был невероятный. Голодные зрители в нетерпении ожидали окончания приготовления. В итоге самарцы и гости города расправились с деликатесом буквально за 10 минут. Мы приехали из Казани, услышали новость, что здесь будут изготавливать самую вкусную, самую большую шаурму. И не могли упустить такой возможности попробовать. Поэтому мы здесь. Вкусно, необычно, какой-то фантастический набор специй, вкусов. Не зря очень мы приехали сюда к вам. Все, что вы видели здесь, и как у нас люди с энтузиазмом этим занимались, как смотрели, как повара этим занимаются. Вы сами видели, насколько это было интересно, классно и весело. Уважаемые рестораторы, шеф-повара, просто получили от этого искреннее удовольствие, что их работа жителям очень понравилась. Кроме шаурмы, гости праздника могли попробовать плов, запеченого на вертеле барашка и люля-кебаб. За три дня на фестивале побывало 20 тысяч человек. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, События. Болжская набережная как пространство для исторического квеста. В Самаре прошла приключенческая экскурсия «Речные истории». Ее гостей в игровой форме знакомили с историей города. Свою эрудицию проверил и наш корреспондент. Карай Чекыр – студент из Турции. В Самаре живет месяц. Приехал по культурному обмену – учиться на переводчика русского языка. В выходные выбрался на квест-экскурсию «Речные истории». Карай говорит, в Самаре его больше всего поразил исторический центр, и ему захотелось узнать больше о городе. Я выучил, что такое якорь и еще некоторые слова. Научился, когда Самара родилась. Исторический квест придумали сотрудники Департамента экономического развития Самары. Местом для проведения экскурсии выбрали живописную Волжскую набережную, ее историческую часть. Формат приключенческий. Участникам предлагают проверить свою эрудицию, ответить на загадки и вопросы, связанные с историей города. Основная нить рассказа – «Волга и речные путешествия». Он нацелен на то, чтобы в формате игры и экскурсии жители города узнавали новые факты о нашем городе. Будут специальные задания, будут специальные информационные карты и буклеты для того, чтобы посредством загадывания загадок, каких-то заданий гости наши проходили экскурсию, проживали и узнавали новые и новые факты о нашем городе. Потому что у нас самые длинные набережные, самые красивые набережные. Потому что объекты, которые расположены и украшают нашу набережную, очень интересные, нужно знать их историю. Я считаю, что я много знаю о Самаре, но обновить и улучшить качество своих набережных никогда не помешает. Организаторы говорят, проведением одного квеста дело не ограничится. История Самары хранит в себе еще множество интересных сюжетов. Никита Борисов, Семен Бесгинов, Николай Сидоров. События. Кубок Приматова третий год подряд остается в 63-м регионе. Баскетбольный клуб «Самара» выиграл предсезонный турнир, посвященный куйбышевскому заслуженному тренеру СССР. Как прошел матч за первое место, расскажет Сергей Кизоркин. Мемориалом заслуженного тренера СССР Генриха Приматова в Самаре уже много лет открывается большой баскетбольный сезон. С именем этого человека связано становление и развитие игры в регионе. Он создал 43 года назад куйбышевский строитель. Команда играла в высшей лиге. Продолжает традиции уже клуб «Самара». Для баскетболистов это экзамен перед чемпионатом страны. В прошлом году они сдали его на отлично, выиграв Кубок Приматова второй раз подряд. А затем и чемпионат страны. В этом сезоне матч за Кубок против «Уралмаша» начался неудачно. Первую четверть выиграли гости 18-17. Но потом игра наладилась и на перерыв «Самара» ушла в роли лидера 41-38. Первый раз играем с «Уралмашем» в этом году. И, так сказать, узнавали их всю игру. И во второй половине начали играть более, так сказать, раскрепощеннее, жестче. И дало себе результат. Нам в любом случае надо добавлять и по физике, и в защите, и в нападении. То есть есть над чем работать. Работа над ошибками у «Самарцев» началась с первых секунд второго тайма. Уже к середине третьей четверти стало ясно, кому достанется Кубок Приматова в этом году. Граждане вели 17 очков. А к концовке матча отрыв счёте составил разгромный плюс 28. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу «Самары» 81-65. И третий год подряд клуб выиграл этот баскетбольный трофей. Всего же в 14 турнирах «Самара» победила 11 раз. Любая игра полезна, тем более соперники, они разные по игре, по игре в защите, по игре в нападении. Во втором тайме уже как-то больше, более перестроились в жесткой игре, где-то сыграли повнимательнее. Нейтральных мячей больше овладели мы, и от этого пришел результат. На этой неделе баскетбольная «Самара» ренится в бой уже в регулярном сезоне чемпионата страны в Суперлиге. Два первых матча пройдут дома. На МТЛ-арене горожане встретятся в пятницу 11 октября с московским МБА, а 14 в понедельник с подмосковными химками. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова